Всем привет! Сегодня будем обозревать одну интересную программку. Она позволяет клонировать любой чат в Телеграме. Если у вас появятся вопросы, можете задавать их в комментариях, либо пишите по контактам, которые я укажу в описании к этому видео. Итак, приступим. Как вы видите, у меня уже есть чатик, на котором сегодня я вам буду демонстрировать работу. И вы также видите, что здесь оживленно общаются люди. Они отправляют друг другу сообщения, отправляют видосики, смайлики, стикеры. В общем, все что угодно. Но на самом деле это общаются нереальные люди. Это все мои аккаунты, мои боты, которые просто клонируют сообщения из заданных чатов. Здесь у меня есть списочек чатов, из которых в данный момент происходит клонирование. Давайте я вам попробую продемонстрировать, что действительно сообщения берутся оттуда. Вот, например, возьмем первый чат, найдем его в Телеграме. Вот он. И давайте попробуем любое сообщение взять, недавнее. Вот, например, вот это с такой картиночкой. И найдем его в нашем чате. Оно у нас тоже где-то недавно должно быть. Вот. Вот эта самая картинка. И давайте обратим внимание на то, что клонировалось у нас не только сообщение, но и аккаунт отправителя. Давайте на него посмотрим. Это вот аккаунт настоящего человека, который написал в чате. Посмотрим, такое у него имя, такое у него юзернейм, такая вот аватарочка. Описания у него нет. Заходим опять в наш чат. Находим опять это сообщение. И смотрим на аккаунт. Это уже аккаунт нашего бота. Смотрим. Имя то же самое. Аватарочка такая же. Описания нет. Юзернейм не идентичный. Здесь что-то изменено, какая-то буква или какая-то цифра. Потому что тот же самый юзернейм на другой аккаунт поставить просто нельзя. Но невооруженным взглядом это не заметить. Давайте посмотрим, как эта программка запускается. Я уже показал, что вот здесь есть список источников. В принципе, это практически вся настройка программы. Давайте я сейчас программку остановлю. Мы увидим, что сообщения перестанут поступать в наш чат. Все, увидим. Сообщения прекратились. И давайте опять запустим программку с тем же самым списком чатов. Чаты можно подбирать любые. Это не обязательно русскоязычные чаты, не обязательно по крипте, как я сделал в данном примере. И даже не обязательно это чаты публичные. Можно также инвайт ссылки туда загрузить на приватные чаты. И клонирование тоже будет работать. Так, программа у нас включилась. Мы выбираем здесь клонер чатов. Это второй пункт. Запускаем. Окей. И видим, что наши аккаунты начинают подключаться через прокси. И начинают прослушку заданных чатов. И если все в порядке, то мы должны сейчас увидеть, что начнется клонирование сообщений. Первое сообщение появилось. В консоли видим, что все работает. Клонируются у нас сначала аккаунты, а потом уже сообщения с них. Вот видим, что новые сообщения появляются. Теперь поговорим немного, зачем вообще это нужно. Как это можно полезно и интересно использовать. Ну, прежде всего, это можно использовать для продвижения какого-то своего продукта. Например, допустим, у вас есть какой-то продукт, связанный с криптой, но у вас еще совершенно нет никакой аудитории. Вам нужно как-то этот продукт рекламить. И вы можете создать вот такой вот пустой совершенно чатик, в него накидать какую-то рекламу о своем продукте и запустить клонирование. Соответственно, нужно перед этим еще подобрать чаты, в которых будет сидеть аудитория и общаться на какую-то примерно вашу тематику. Например, тематика крипты. И еще важно, чтобы эти чаты были активными, чтобы сообщения постоянно шли. И когда люди будут в этот чат заходить, он уже будет не пустой. Люди будут видеть, что какое-то обсуждение идет, люди друг с другом общаются. И, соответственно, вот к вашей рекламе в этом чате уже будет побольше доверия. Можете даже добавить бота, который будет, там, скажем, раз в минуту постить сообщение с вашей рекламы, чтобы оно не затерялось среди всех этих сообщений. Далее, что можно сделать? Можно еще добавить в ваш чат несколько модераторов. То есть реальных людей, которые будут отслеживать какие-то реальные вопросы и реальные заявки. Потому что, разумеется, наши боты вашим реальным клиентам отвечать ничего не будут. Они только свои сообщения клонируют, и все. А чтобы обрабатывать уже реальные заявки от людей, которые зашли, заинтересовались, вам уже понадобятся свои модераторы. Что еще можно сделать? Можно в этот чат сразу запустить инвайтинг, в принципе. То есть из вашей базы добавлять сюда пользователей. И опять же, они будут добавляться не в пустой чат, не в голый. Они будут видеть, что тут что-то идет, какая-то движуха, и, может быть, они заинтересуются. В этой программе, кстати, инвайтер тоже уже есть. То есть можно два окна программы открыть и одновременно и инвайтить, и копировать чаты. Это будет очень удобно. Вот, думаю, и все, что я хотел бы сказать. Спасибо за просмотр. Опять же, если будут какие-то вопросы, пишите в комменты, либо загляните в описание, там будут контакты, можем пообщаться лично. Если захотите, например, получить эту программу на тест.